Нагадай свое счастье! Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиены. Я Карина, Таролок и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему «Какой подарок вас вскоре ожидает?» И гадать я буду на оракуле мудрости скрытых миров. И у нас с вами будет три позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Итак, первая карта покажет, в каком аркане или в какой карте вы сейчас живете. Ну а дальше мы будем уже с вами докладывать, какой подарок вас вскоре ожидает. Итак, перемешиваем наши карты и выкладываем три позиции. А вы смотрите внимательно, какая позиция резонирует с вами больше всего. Можно выбирать одну, две или три позиции по вашему настроению. Какой подарок вас вскоре ожидает. Итак, вот наши три карты, три позиции, ваше текущее состояние. И вот смотрите, украшать все эти будут ракушечками. Первая позиция, вторая позиция и третья позиция. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, а остальные я убираю в сторону. Итак, первая ракушка. Первая карта, ваше текущее состояние. Вы знаете, эта карта показывает, что сейчас, вот именно на этом этапе жизни, вам доступна помощь ангелов. Также может быть помощь от ваших духов рода или от людей, которые были посланы ангелами или духами рода в физическом обличье, как ваши помощники. То есть они выступают в этой жизни именно от высших сил, как ваши помощники. Что-то, кто-то вам сейчас помогает или является, ну, вашим, допустим, товарищем, союзником, опорой. Может быть такое, что само божественное проведение вмешалось в вашу жизнь совсем недавно, чтобы эту жизнь улучшить, наладить и вывести вас из какого-то кризиса. Это значит, что до этого вы оказались, возможно, в трудной ситуации. Божественные помощники, ангельские помощники, они не приходят просто так. То есть помощь нужна, по сути, тому, кто нуждается в ней на сегодняшний день. И если у вас создалась какая-то нехорошая ситуация, обращайте внимание сразу же на знаки, потому что ангелы начинают оставлять перышки у вас на дороге. И тогда вы понимаете, что они уже вот-вот рядом с вами, да, и, конечно же, уже начали помогать. Поэтому вот эта карта, она показывает, что вы под защитой высших сил находитесь, они включились в процессы вашей жизни, и скоро проблемы начнут решаться, которые вас беспокоили. Хорошо, давайте посмотрим, какой подарок вас вскоре ожидает. Сейчас мы про вас все узнаем, выведем вас на чистую воду. А вот смотрите, как раз-таки получается, да, что, возможно, у вас будет именно подарок, именно в виде подарка, свертка. Потому что здесь на карте леди подарка, и она очень щедро раздает подарки. И она всегда показывает, что человек может получить вот буквально какой-то там сверток, там уже физический подарок, да, может быть от близкого человека или от кого-то, кто вас очень ценит, уважает. И есть еще момент, эта карта увеличивает вот в несколько раз. Вот, допустим, у вас была одна зарплата, вы получите в несколько раз больше. Или у вас было внимание от человека, и вы получите от этого человека в несколько раз больше внимания, да еще и подарок. Вот, но часто, конечно, эта карта показывает богатство, процветание, и именно вот подарок в физическом смысле. То есть какая-то вещь, которую вам скоро действительно подарят. Хорошо, давайте еще посмотрим. Мне прямо стало интересно дополнить еще каким-то подарком ваш расклад. Потому что у вас прямо-таки подарок, и хочется еще подарок, да. У вас еще одна леди, только уже леди зеркало. Вот так интересно, леди подарка, леди зеркало. Это ведь что-то значит, может быть, две женщины какие-то будут участвовать в вашей жизни, да, и принимать какое-то вот такое активное участие, помогать вам в чем-то в скором времени. Ну и сам по себе подарок этой карты в том, что кто-то встанет на вашу сторону, встанет вашим настоящим союзником, но в оппозиции к кому-то еще. Ну то есть если кто-то до этого там на вас нападал, был вашим недоброжелателем, то появится человек, который встает на вашу сторону где-то. Допустим, в рабочем коллективе. Вы там определенному человеку не нравились, тогда появится тот, кому вы определенно нравитесь и кто вас защищает. Или в семье, допустим, вы не нравились свекрови, да, вот представим эту ситуацию, и тогда встанет, допустим, не знаю, там, сестра мужа и скажет, что она ваш союзник, и что не надо на вас нападать или как-то вас обвинять, понимаете. То есть в этом суть здесь, что появится какой-то человек, который вас поддерживает, который встает в чем-то на вашу сторону. Может быть женщина, может быть мужчина. Это совершенно не важно. Важно то, что вот именно подарок судьбы, да, человек-союзник. То есть у вас будет вот прям подарок, вот в свертке, наверное, да, или в коробке. И человек-союзник. Вот такой интересный расклад получился. Вот такая первая позиция. Хорошо. А мы идем дальше. Такая ракушка. И первая карта. У нас расклад гадания, да, какой подарок вас скоро ожидает в жизни. И первая карта, в какой карте вы находитесь, да, в каком аркане вы находитесь. Но тут у нас прям высшая леди любви. Любви, да еще и сострадания. Конечно, карта показывает очень такого душевного человека. То есть вы душевный человек. Вы всем всегда оказываете поддержку. Очень добры к людям. Оказываете внимание людям. Слишком иногда сильное. Которому, может быть, они и недостойны. Вы любите кого-то, раз вы такой картой выпали, да. Вы любите кого-то. И, может быть, вообще, ну как, источаете любовь, да, из своего сердца. То есть на весь мир. На всех людей. Но, конечно, эта карта очень часто показывает состояние любви, влюбленности. То есть кому-то, да, какому-то человеку. Карта, конечно, говорит о бескорыстии вашем. О том, что вы можете вот прям от души что-то сделать. Там, не знаю, последнюю рубашку с себя снять. Бедному отдать. Или вы, как мать Тереза, да, там, бежите, помогаете кому-то, там, обездоленным или больным людям. Может быть, вы врач или медсестра. Ну, также просто человек, вот, который готов ради других практически на всё. Но и я не думаю, что вы сильно обижаете себя. Ну, то есть себя вы тоже, ну, как уважаете, да, и любите. Просто есть такой момент, что человек вот переходит в какую-то стадию, да, он духовно прозревает и начинает просто, ну, быть добрым ко всем, прощая всех. И именно вот распространяя чувство любви на других людей вот из своего сердца. И вот получается, вот вы такой человек, вот вы перешли просто в эту стадию какую-то, да, что вы можете любить хоть кого, даже того, кто плохо делает, там, обманывает или ещё что-то. Так, хорошо. Давайте посмотрим, какой подарок вас скоро ожидает в жизни. Какой подарок вас скоро ожидает. Ой, тут прям королева-лебедь. Ну, посмотрите, королева-лебедь. Ну, подарок в виде трансформации, интуиции и проявления терпения, в итоге исцеления, да. Вы знаете, лебедь, лебедь – это символ вечной любви. То есть, если лебедь находит себе пару, это уже навсегда. Если лебедь пару теряет, он будет до конца жить один, вот, или одна, если это лебедица. Или как уж там её. В общем, женщина-лебедь. И вы знаете, вот эта вот королева-лебедь, она может показывать, что вот Господь награждает вас высшим даром, прозрение, обретение, может быть, своей второй половинки, да, исцеление души. И, конечно, вот какая-то высшая трансформация идёт, то есть, очень сильное изменение в будущем. Такое кардинальное изменение в вас внутри, да. То есть, когда человек даже не похож на свою какую-то давнюю личность, которая раньше была у него там какая-нибудь тёмненькая, такая сидящая в уголке, а теперь вы раскрываетесь полностью, да, вот прям совершенно иной человек. Вы переходите на следующий этап, да, духовного развития. Ну, вы уже в этой стадии практически находитесь, а в будущем это ещё будет как-то вот изменено, да. И вот я говорю, что почему-то идёт лебединая верность, то есть, у любого лебедя есть пара, и это навсегда. Ну, вот подарок в виде вечной любви, возможно, да. Давайте ещё посмотрим, какой подарок вас ждёт. А вот здесь вот другой подарок, очень мощная сила ведьмы или колдуна. Помните, я всё время, ну, напоминаю, да, почему-то карты стали напоминать про ведьм прях, про узелковую магию, и, возможно, вам будет дана в будущем как подарок вот отдельная сила такая, да, вот заниматься какой-то такой вот потрясающей магией и вплетать свои мысли, свои слова, свои поступки в паутину творения. Между прочим, эта карта, ну, она показывает обретение, ну, вот силы Творца, когда ты подумал о чём-то, да, и у тебя это сбывается, ну, то есть ты научился отпускать на волю Вселенной свои желания настолько, что у тебя раз и сбылось, раз и сбылось. То есть вы начнёте буквально свои желания все притворять в жизнь. Это очень интересно. И не факт, конечно, что это распространите прямо на других, что и их желания, потому что они же могут быть не только светлые желания, но и тёмные, да. Светлые желания, конечно, вы можете помогать, исполнять, но тёмные — нет. То есть вы человек светлый, вы сами по себе светлый человек, и вы можете помочь себе исполнить светлые желания, другим светлые желания. Карта показывает как будто бы полную синхронность с окружающим миром, со Вселенной, с Богом. И она говорит о том, что, ну, человек может обрести любое счастье. Вот, допустим, строить, как сказать, выстраивать ту реальность, которая вот хотелось бы, чтобы у вас была. Многие же говорят, да, что мы тут, как сказать, трансформируем любой фильм себе, да, в глазах. Вот тут то же самое, как будто бы этот фильм будет поддаваться вашему контролю. Понимаете? Но это всё будет идти именно от души, от сердца, а не так вот, что я повелеваю, там, да, я король мира. Нет, это скорее вам не захочется никакой власти, там, или ещё чего-то. А вот просто какое-то счастье создать какой-то определённый счастливый мирок. Там, ну, семья, да, семья, ну, какое-то количество денег, ну, ладно. Ну, то есть вот именно то, что вы захотите. То есть оно может исполняться. Ну, вот такая интересная, потрясающая вторая позиция. Так, третья позиция. Какой подарок вас скоро ожидает? И первая карта – это в каком аркане или в какой карте вы сейчас, да, находитесь? Голодные привидения. Голодные призраки. Боже, какая интересная карта. Она всегда показывает какие-то привязанности, очень сильные привязанности к кому-то, к чему-то. Иногда навязчивые идеи. Ну, конечно, может такое быть, что, допустим, человек, ну, вы, да, находитесь там под магическим влиянием. Может быть, открыт канал какой-то, портал дома или в каком-то ритуале. Вот. Карта может означать связь, там, не знаю, с миром мёртвых, способности медиума, общаться с мёртвыми. То есть это тоже может быть. Вот. Ну, иногда всё равно говорит об откачке энергии у вас. То есть кто-то как будто бы выступает в вашу сторону, как некий потребитель или энергетический вампир. Здесь будьте внимательны, конечно. То есть карта может указывать на то, что будет перебор, да, то есть тот, кто ест, он переест вашей энергии. И вы будете истощены, да, то есть энергетически, а тот человек там или кто, призрак, будет слишком перенасыщен вашей энергией. То есть это на самом деле не нужно ни вам, ни этому существу, да, там, человеку или кому-то. Бывает такое, что в ритуалах действительно привязывают канал, который откачивает энергию в мир мёртвых. Ну и представьте, что такие как трубки от вас отходят. И это при всяких порчах делается. Поэтому здесь, конечно, вам нужно прям в этом плане, может, диагностику какую-то провести. Но если вы такое ничего не подозреваете, да, это могут быть способности медиума, да, всё-таки как-то может указывать. Или на энергетического вампира рядом с вами. Ну и слишком сильная привязанность там в любви, например, зависимость от кого-то. Вы теряете туда энергию. Хорошо, какие подарки вас скоро ожидают? Ну, знаете, у вас как бы тенденция немножко так продолжается в сторону всё-таки каких-то потусторонних миров, но уже в лучшую сторону. Потому что мы здесь тоже видим Духа, но уже светлого, да. Или, может быть, того, кто проводит именно божественные какие-то информации, энергии, Духа Ангела, да, или там Дух Рода, Хранитель Рода. Такой Дух, он шепчет, он рассказывает что-то на ухо. И подарок может быть в том, что вы получите какое-то руководство от этого Духа, да, или высшее Знание в скором времени. Особенно для медиумов это будет прекрасно, что связались, да, с какими-то высшими сферами и разговариваете с высшими. То есть это прекрасно. Ну, а для тех, у кого откачка идёт, да, идёт благословение для вас, с вами свяжутся именно ваши защитники. И, конечно, могут происходить настоящие чудеса, наполнение вас энергией, вдохновения, да. И могут посылать людей, которые спасут вас от энергетических вампиров или какого-то человека. Ну, как говорится, человек богом дан, да, или там ангелом-хранителем. Или ангел-хранитель иногда вселяется в человека, спускается, так скажем, на землю в его обличье и приходит в вашу жизнь. Ну, это всегда ощущается, чувствуется на самом деле. То есть вот об этом карта, но она тоже связана с миром духов, конечно. То есть вы плотно так на этом сидите, деле. Вот как-то вы очень плотно связаны с потусторонним миром. Так, давайте посмотрим, какие ещё подарки или какой ещё подарок, да, вас ожидает. Сёстры сезонов. Ну, это как, типа, циклы, да, осень. Там зима, весна, лето. Вот об этом речь. То есть всё меняется, да, всё меняется по каким-то циклам. Конечно же, карта символизирует какой-то порядок, божественный порядок, какой-то закон, да, которому всё подчиняется. Но с другой стороны, вот вам нужно понять, да, что как колесо вращается, жизнь меняется, так же меняется, ну, как сезоны, да, колесо года вращается. И вот подарок в том, что ситуация поменяется. То есть как меняется зима на весну, так же в какой-то ситуации, которая вас очень беспокоила, возможно, была какой-то очень тяжёлой, да. Всё поменяется с зимы на весну, с весны на лето. То есть идёт улучшение, чтобы эта ситуация достигла кульминации, а потом начала увядать. И когда вы сталкиваетесь с проблемой, вам нужно всегда помнить, что она тоже подчиняется законам природы и законам смены сезонов. Не может так быть, чтобы одна проблема стояла себе колом в зиме. Всё равно когда-то зима пройдёт, наступит весна. И высшие силы, они решили показать вам это, да, и помочь вам, чтобы какая-то ваша проблема из зимы, допустим, из застоя, перешла в сторону всё-таки весны и улучшения, да, в сторону улучшения, роста, развития, обнуления, может быть, да. И в итоге в кульминацию, да, в лето, а потом в увядание, в осень, чтобы эта ситуация совсем ушла и остались только приятные плоды от неё. Так же точно, вот, допустим, у всего есть цикл. У человека сначала он маленький, весна, да, молоденький, потом просто молодой, лето, потом он зрелый, осень, а потом старая зима. И так же точно у всего, там, суд у вас начинается. Сначала зачаток этого суда, весна, начало этого суда, да, потом лето, развитие, принятие какого-то, может быть, решения, потом осень, увядание, то есть пообсуждали, пообсуждали, а зимой уже и обсуждать перестали. Вот, поэтому вот что-то поменяется в той ситуации, потому что так и должно быть, и это подарок судьбы. Ну, вот такая вот у нас интересная третья позиция. Всем спасибо за внимание, жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!